МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Единовременная выплата из материнского капитала. Как отметили, день государственного флага в Десногорске. А сейчас об этих и других событиях подробнее. 23 августа в городе начала работу межведомственная комиссия по приёмке учебных учреждений. В этот день комиссия принимала школы и детские сады 3-го микрорайона, проверяли соблюдение условий безопасности всего образовательного процесса, охраны школ, работу пожарной сигнализации, санитарно-гигиенические нормы содержания, обучение и питание. В школах был проведён плановый косметический ремонт. В сложной экономической ситуации особенно ценится шефская помощь. Совет руководителей распределил шефов по нашим образовательным учреждениям. И вот сегодня, когда мы ходим и смотрим, что сделано, ну просто душа радуется за наших руководителей, которые помогают. Вот особо хотел бы отметить Печериту Сергея Ивановича. Вот он ни одному учреждению помогает. Вот мы были в Ивушке, а огромный объём работы сделан. Сейчас вот в 4-й школе туалетные комнаты сделал. Изумительные, просто изумительные. Вот благодаря вот такой помощи наши детские сады, школы, получают такую поддержку. После обхода комиссия составила протокол, в который занесли все замечания и пожелания, которые необходимо будет устранить до начала учебного года. В Смоленске прошло заседание инициативной группы, которая выступает за более тесные отношения России и Белоруссии в рамках договора о создании союзного государства. На встрече присутствовали историки, журналисты, публицисты. Все они выступают за реализацию договора, который предусматривает обращение единой валюты, общее гражданство и создание двухпалатного союзного парламента. На базе Смоленской поликлиники номер один Чаплина-3 начала работу функциональное подразделение – Центр амбулаторной кардиологии. Специалисты предоставляют высококвалифицированную медицинскую помощь пациентам с наиболее тяжелыми формами заболеваний сердечно-сосудистой системы. Работают здесь опытные врачи-кардиологи, а в особо сложных случаях подключаются ведущие ученые, преподаватели Смоленского медицинского университета. Лечение ведется бесплатно. В регион поступила российская вакцина для иммунизации взрослого населения Гриппол – всего 248 тысяч доз. Прививку можно сделать бесплатно. Желающим нужно просто обратиться в учреждение здравоохранения по месту жительства. В ближайшее время ожидается поступление вакцины для детей. 175 миллионов получит наша область на обеспечение лекарствами льготников. Эти дополнительные средства выделены из федерального бюджета в связи с увеличением количества граждан, имеющих право на государственную социальную помощь. 23 августа в администрации прошло очередное совещание руководителей подразделений и председателей комитетов. Проводил совещание заместитель главы Сергей Тощев. В своем докладе он сообщил, что 27 августа в Десногорске пройдет большой спортивный праздник. В 4-м микрорайоне откроется новая баскетбольная площадка. Она строится при поддержке концерна «Росэнергоатом». На праздник ожидается приезд спортсменов и гостей. Программа ожидается очень интересная, потому что в этой программе будут участвовать мастера баскетбола, ветераны баскетбола, еще ветераны сборной команды СССР. Для молодежи приятная новость, потому что в конце этого праздника ожидается молодежная программа. Приедет нам известный диджей Кирилл Слепуха. Кстати, он сам профессиональный баскетболист, он будет принимать участие также в показательных играх и будет организована программа. Председатель комитета по спорту дополнил, что баскетбольная площадка будет соответствовать самым высоким международным требованиям. Проект уникальный, имеющий аналогов не только в Смоленской области, но и в Центральном федеральном округе. Площадки будут с полноценными трибунами для зрителей, с трибунами-раздевалками для спортивных команд, которые будут играть. На этой площадке полноценные судейские домики для медиков, для дополнительных судей. То есть площадка будет полностью оборудована для соревнований любого уровня всероссийского, но и также международного. Среди прочих важных мероприятий в городе Сергей Валентинович отметил, что приступила к работе межведомственная комиссия по приемке образовательных учреждений к новому учебному году. И оргкомитет разрабатывает программу празднования Дня города, который пройдет 10 сентября. За два дня выходных сотрудниками госавтоинспекции пресечено 1153 административных правонарушений. Из них 39 случаев управления транспортом в состоянии опьянения. Еще 8 отказались от официального мета-свидетельствования. В Смоленской области стартовала операция «Алкоголь». Проверки пройдут по всем торговым точкам. Сотрудники будут выявлять места незаконного изготовления, хранения и реализации фальсифицированной алкогольной продукции. Поддельных марок, а также фактов уклонения от уплаты акцизов на алкогольную продукцию. Полиция просит граждан сообщать о местах незаконной торговли спиртным на телефон дежурной части отдела МВД нашего города по телефону 70514. В соответствии с федеральным законом о единовременной выплате за счет средств материнского капитала в 2016 году в Смоленской области ведется работа органами Пенсионного фонда по приему заявлений о предоставлении единовременной выплаты в размере 25 тысяч рублей. За 8 месяцев этого года сотрудникам Пенсионного фонда Смоленской области принято более 6200 таких заявлений, в том числе в электронном виде через сайт подано более 200 заявлений. Воспользоваться правом на получение единовременной выплаты могут все семьи, которые получили материнский сертификат до 30 сентября этого года и не использовали всю сумму на основные направления. Подать заявление на единовременную выплату могут все проживающие на территории Российской Федерации владельцы сертификатов на материнский капитал вне зависимости от того, сколько времени прошло со дня рождения ребёнка, давшего право на получение сертификата. Сроки подачи заявлений ограничены законом. Их можно подать не позднее 30 ноября этого года одним из следующих способов. Заявление на выплату этих средств можно подать в территориальный орган Пенсионного фонда, в МФЦ или через личный кабинет на сайте ПФР. Для того, чтобы подать заявление в электронном виде, нужно иметь подтверждённую учётную запись на портале государственных услуг. При визите в Пенсионный фонд или МФЦ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность. Банковскую справку о реквизитах счёта, на который будут перечислены деньги, сертификат на материнский капитал и свидетельство обязательного пенсионного страхования. В Рословле полицейские поймали двух воров, которые похищали из автомобилей магнитолы. Ими оказались неработающие рословчане 97-го и 98-го годов рождения. В настоящее время полицейские проверяют их на причастность к аналогичным преступлениям на территории области. 22 августа – День государственного флага Российской Федерации. В Смоленске губернатор Алексей Островский вручил государственные награды и памятные медали «Патриот России» особо отличившимся смолянам. Среди награждённых медалью Ордена за заслуги перед Отечеством второй степени есть и наши земляки – директор средней школы номер 7 города Рослове Наталья Кульман и директор Якимежской школы-интерната Владимир Андреев. Как отметили День российского триколора в Десногорске, смотрите в нашем следующем сюжете. 22 августа на открытой городской эстраде Десногорска состоялся концерт, посвящённый Дню государственного флага. В праздничной программе приняли участие творческие городские коллективы «Сударушки» и «Ивушки». Со своими сольными номерами перед десногорцами и гостями города выступили Галина Ренёва и Елена Ткачёва. А волонтёры молодёжных организаций Десногорска провели для отдыхающих на Центральной площади горожан акцию «Мы – патриоты России». Всем желающим ребята прикрепили на грудь ленточку с государственным триколором. А сейчас новости о спортивной жизни города. В Десногорске завершился летний кубок 2016. В турнире принимали участие четыре команды «Техстрой Смоленск», «Покровский паровоз Смоленск», а также команда «Динамо Росатом» Десногорск, распределённая на два состава под названием «Динамо» и «Росатом». В финале играли хозяева турнира. В этой игре «Динамо» обыграла «Росатом» со счётом 48-42. А 27 августа состоится открытие обновлённого уличного баскетбольного стадиона в 4-м микрорайоне. Ожидается участие сборной России по баскетболу 3 на 3 в мини-турнире, а также команды уже легендарного стритболиста Михаила Гюнтера. Также пройдёт матч ветеранов СССР и Десногорска. Приглашаем всех желающих посетить данное мероприятие. Это всё, о чём мы хотели рассказать вам сегодня. С этими и другими новостями вы можете ознакомиться на сайте нашего телеканала disneydefistv.ru. Также мы ждём ваших предложений и актуальных тем для новостей. Спасибо за внимание. До свидания. Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Сёмкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова